Всем огромный привет! Я как всегда очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет влог. Не так, как я это делаю традиционно сначала. Обычно я в зеркало записываю, но сегодня мне нужны руки, поэтому я решила просто сесть и вот так с вами поболтать. Руки нужны для того, чтобы показать вам несколько вещей, о которых вы меня часто спрашиваете, потому что в комментариях под видео я не всегда успеваю на это отвечать, но сегодня вот как раз уделю этому внимание и сразу извиняюсь за маленьких таких пищевых мошек, которые здесь летают. Вот не удается сразу от всех избавиться, если дома появляются овощи и фрукты, то это все. Просто поэтому я их ловила-ловила, но, к сожалению, не доловила. Так что прошу прощения за неудобства. На самом деле, уже честно, они меня заколебали. Я уже здесь вся изнервничалась, пока записывала. Вот. И также хочу вам рассказать быстренько, буквально 2 минуты. Меня спрашивали насчет адаптации льва в детском саду и почему я больше не показываю его на видео. На самом деле, я не знаю, в курсе вы или нет, но если дети появляются на видео, очень часто отключают комментарии и потом приходится общаться в сообществе. Для меня это вообще крайне просто неудобно, поэтому, чтобы этого не случилось, я стараюсь не показывать его. Не знаю, какие точно там должны быть видео, но мне даже в тех видео, где он совсем малек еще, мне отключили комментарии. Так что поэтому лишний раз, чтобы избежать вот этих проблем, я и не показываю. И насчет детского садика меня спрашивали. Это, конечно, мамочки интересуются, у кого детям тоже предстоит идти в детский сад, как у него проходит адаптация. Все в порядке, за месяц он адаптировался, при том, что 5 дней он успел просидеть дома с соплями. Но это были какие-то, знаете, такие, ну, чисто вот 2 дня простуда было, просто я оставила его на 5 дней для того, чтобы он уже до конца выздоровел, если вдруг он болеет. Вот мы, как всегда, клюквенным морсом с черной смородиной, мы всегда только этим лечимся. Особо лекарства я не даю. И буквально вот за 2 дня, да, это средство подняло его на ноги. Так что все нормально у него. Ходит он по-прежнему на 3,5 часа, пока на целый день мы не оставляем его. И воспитанница сказала, что он достаточно чувствительный парень такой, поэтому нельзя вызывать у него никаких негативных впечатлений, нужно все делать постепенно. И, в принципе, я с ней согласна. Отдаю его на 3,5 часа, потом забираю, приходит домой, ложится спать. У меня еще есть 3 часа свободного времени. Давайте, пока я не забыла, перейду к довольно популярному вопросу, о котором вообще, точнее, вопрос мне этот очень часто задают. Но, может быть, я уже даже где-то отвечала на него, потому что я точно готовила эту коробку с краской для того, чтобы ее потом выбросить. Меня спрашивали, какой краской я крашу волосы. И мне кажется, я уже ее даже показывала, ну или хотела показать. Ну, если вы вдруг интересовались, то вот это Шварц Кобф Pure Color и цвет Just Brown, пятерка. На самом деле, когда я купила ее, я думала, что волосы будут у меня черными, потому что очень часто у меня краска ведет на волосах себя именно так. Если я покупаю 5, 5,55, вот такие какие-то оттенки, но если сама крашусь, конечно, то у меня выходит черный, но на самом деле нет. В этот раз, вот, у меня даже запылилось чуть-чуть, получился тот цвет, который я хотела. Может быть, на камере он выглядит черным, но не черный, он коричневый, даже не темно-коричневый, а такой, ну да, темно-коричневый, я бы так, наверное, сказала. Вот, краска очень классная, с моих волос не течет, хотя все остальные, когда я мою голову, постоянно вода то красная, то коричневая, но вот это нет. Так что обязательно буду покупать ее еще. Вообще, я крашусь у мастера. И самая последняя покраска, вот перед этой, которую она мне делала, вот я вставлю фотографию, если не забуду, всплыла мне на фейсбуке, как напоминание, если честно, я чуть не заплакала, думаю, нафига, я опять сама полезла. Она забеременела, ушла в декрет, и у нее просто даже не было времени меня красить. Вот сейчас потихоньку так находит, но думаю, что на окрашивание это еще нужно долго ждать, пока у нее будет режим с ребенком и все такое. Так что я, конечно, подожду, пока я буду краситься просто вот такой обычной краской, потому что она мне по всем параметрам понравилась. Так что запоминайте, можете пробовать, там цветовая палитра очень большая, и я думаю, что каждый для себя точно найдет нужный цвет. И следующая вещь, про которую меня очень часто спрашивают, это вот такой ящичек, спрашивают, заказывала ли я его на Алиэкспресс, его видят в Инстаграм обычно я выкладываю, когда там фотографии с косметикой, либо с чем-то еще, очень много вопросов было по поводу него. На самом деле у меня не все с Алиэкспресс, что вы здесь видите, потому что действительно я покупаю очень много в других магазинах, но Алиэкспресс я просто обожаю, и обожаю снимать видео на эту тему, всегда у таких видео очень много просмотров. Знаете, влог это такие видео для очень узкого круга общения, для людей, кто действительно как-то очень хорошо к тебе относится, по-теплому, по-доброму. Остальные видео они такие, просто вот кто-то посмотрел, может быть, интересные находки, что-то себе заказал, а здесь вот да, мы общаемся в таком тесном семейном кругу. Так вот, эту коробочку я заказала в магазине Синса, я думаю, что вы знаете, в России точно есть этот магазин. Здесь осталась цена, стоил он 3 евро. На самом деле, ну и цена ему 3 евро. Я заказывала для того, чтобы хранить здесь очки, и в принципе, что я и делаю. Просто сейчас нет, потому что я знала, что я буду открывать, у меня не так много, 3 пары, по-моему, так что они сюда отлично просто влезают. Ну и на столе очень красиво стоит, если мне надо использовать его для фотографий, для съемки, то, конечно же, я его тогда тоже использую. Качество нормальное, я бы даже за него 5 евро заплатила, но вот он стоит 3 евро. Так что, кто интересовался, магазин Синсай, тоже ссылку могу оставить. Я обычно там просто какие-то базовые вещи заказываю, типа бежевых футболок, серых футболок. Они там стоят 3-5 евро, чистый хлопок. И у них есть даже раздел товаров Эко, ну где тоже там хлопковые какие-то вещи продаются. И часто я там заказываю Левчику пижамы, например, носочки. Ну что-то вот такое вот. Тоже базовые какие-то вещи в детский сад, которые не жалко. Кстати, качество довольно приемлемое. Вот я заказывала ему несколько кофт, он с удовольствием их носит. И я уже миллион раз их стирала. Я думаю, что вы знаете, сколько с ребенком стирки, но они все очень хорошо по-прежнему выглядят. Так что, если вдруг вы думали, что там очень дешевые цены и плохое качество, то все-таки там есть тоже свои жемчужинки, как и, допустим, на Алиэкспресс. И следующая вещь тоже, о которой меня просто очень-очень часто спрашивают, это вот этот подсвечник. Да, это подсвечник, и тоже меня спросили на Алиэкспресс, я его купила или нет. Нет, не на Алиэкспресс. Есть такой магазин, интернет-магазин Мембершоп, на котором я уже покупаю очень-очень долго, может быть, лет 6, где-то так. И мне он нравится тем, что там можно попасть на очень хорошие скидки, и очень выгодно купить обувь разных брендов и также сумки. Так что не все я на Алиэкспресс покупаю, хотя очень-очень люблю этот сайт, но очень многие вещи я просто раздаю своим близким, покупаю что-то на подарки, потому что там можно найти огромное количество разных интересных вариантов. И, как вы знаете, на Алиэкспресс уже перестало быть выгодным заказывать из-за какой-то дешевизны, потому что теперь в основном платная доставка, и товары сами намного дороже стоят. Просто там огромный выбор, поэтому я там покупаю. Эти пищевые мухи, я не могу просто, как они меня вообще раздражают, вы бы знали. Так вот, этот стакан я купила, точнее подсвечник там, их было две штуки в комплекте. Честно, вот не помню, сколько они стоили, может быть 30 евро. Два вот этих вот подсвечника. Но сейчас я кладу сюда кисти, которые мне нужно помыть, когда настанет зима, декабрь, я достану оттуда это все, поставлю туда свечку, потому что вы не представляете, как атмосферно и красиво светится этот подсвечник. Здесь есть такие маленькие дырочки, вкрапления такие. И когда свет от свечки попадает на стенку, через них очень-очень красиво. Даже не передать словами. Я в каком-то видео новогоднем, наверное, или рождественском снимала, мне кажется. Ну, кто видел, тот видел. Вот, так что оставлю тоже ссылку на этот магазин. Посмотрите, есть ли доставка в ваши страны. Но магазин просто супер. И тоже недавно мы с Женей делали заказ. Одежду заказывали, обувь заказывали там. И ребенку тоже, Левчику, пару вещей. И потом, если будет влог, ну, следующее видео будет, если буду снимать влог, тоже обязательно покажу. В общем-то, по-моему, это все, что я вам хотела показать. Сейчас очень быстро снимаю. Женя пошел с Альбом в магазин. И вот за это время, пока он спал, я вот накрасилась как раз. И села немножко поснимать. Сейчас идут плохие погоды, а мне еще надо про Алиэкспресс снимать, чтобы все посылки, и точнее все продукты раздать своим обладателям. Ну, своим родственникам, кто у меня что заказывал. Просил, точнее, чтобы я заказала. Будут там товары для кухни, покажу вам, очень классные. И если вы не забыли, то скоро будет 11 ноября. Так что уже начинайте отслеживать товары разные. Если вдруг у вас есть что-то в избранном, возможно, будут хорошие скидки. Если будут у меня промо-коды, либо что-то еще, обязательно вам сообщу видео про Алиэкспресс. Кстати, мы наконец-то себе купили робот-пылесос. Заказала я его на Алиэкспресс. Так как хотела робот-пылесос именно моющий, потому что доела швабры махать. И взяла такой же, как у нас вертикальный пылесос Xiaomi. Только вот у них новая модель вышла 2020 года. Я увидела, пришел в наш эстонский интернет-магазин. И там, по-моему, 170, что ли, евро стоило. Зашла на Алиэкспресс. И там была скидка, по-моему, 150 долларов. И бесплатная доставка из Польши или из Германии. Поэтому я решила там купить его, но он еще не пришел. Вот на днях должен. И если успеет к моменту съемки видео про Алиэкспресс, если мы успеем его потестировать, то я о нем там расскажу. Если нет, то в каком-нибудь, не знаю, другом видео, потому что нет смысла его просто показывать, пока ты не можешь рассказать о нем какие-то впечатления. Так что те, кто любит Алиэкспресс, то мы с вами уже увидимся в следующем видео. Ну а те, кто любит смотреть влоги, то продолжайте. Тоже из очень таких распространенных вопросов про мебель. Вообще, где мы заказываем мебель. Особенно про вот этот небольшой комод и мое велюровое кресло. Все покупали мы на сайте on24.ee. Я, насколько знаю, есть доставка и в прибалтийские страны, Латвия, Литва. Но не знаю, есть ли за пределы. Вы можете посмотреть. Я снизу оставлю ссылку. Там можете и цены посмотреть, и ассортимент. В принципе, мне нравится то разнообразие, которое представлено на сайте. Ценовой диапазон. Я думаю, что каждый для себя найдет то, что ему придется по его кошельку. И когда я увидела этот комод, мне он очень понравился. Мы его заказывали вообще в спальню, но постепенно он переехал в мою комнату, потому что в спальне там появился стол. Комод очень симпатичный. Стоил, ну не помню сколько, в районе, наверное, 150 где-то евро. И кресло вот это 169 евро. Служит мне уже довольно долго, целый год. И все с ним хорошо. Очень удобное. Спине очень удобно. И вообще очень комфортно в нем сидеть. Так что ссылки вот на все, что я вам сегодня рассказала, я оставлю снизу. А вы уже, если вас что-то заинтересовало, смотрите. Смотрите, есть ли доставка куда-то в ваши страны. Возможно, что-нибудь найдете. Я уже собралась заканчивать. Но хорошо, что попался мне на глаза вот такой диффузор. Тоже меня часто спрашивают. У меня их по всему дому расставлено много. Где покупали? Вот этот я покупала. Есть такой магазин Home & You. Это, по-моему, польский магазин. И там продается все для дома. И в том числе и вот такие вот ароматы. Честно говоря, именно вот этот аромат я ищу уже на протяжении года. Но, к сожалению, в этом магазине нет. И мне жалко было выкидывать саму вот эту основу. Поэтому я покупаю вот такие пол-литровые бутылки с жидкостью. И потом во все диффузоры их заливаю. Покупаю разные, конечно. Вот из последних. Это аромат зеленого чая. Очень приятный. Вот сейчас налью и будет у меня стоять. Саму вот эту основу я покупала за 25 евро. И она была, ну, полная практически вот этого аромата. Номер 8 ароматерапии. Что-то в этом роде очень-очень приятный аромат. Говорю, что сбилась просто уже с ног искать похожий. Но, к сожалению, пока все мои попытки не увенчались успехом. Ну, сейчас залью вот этот. И еще ко мне идут два аромата. Хватает их на очень долго где-то вот этой бутылки на полгода, мне кажется. Вот за бутылку 13 евро я отдаю. И потом у меня дома полгода разные абсолютно ароматы. Так, сейчас я вам покажу еще одну самую крутую покупку этого года. Это вот такой вот робот-пылесос от Xiaomi 2020 года. У нас тоже они в Эстонии есть по 170, по-моему, евро. Но я заказала его на Алиэкспресс. И вставлю ему картинку, сколько он стоит. Потому что, по-моему, 152 доллара, если я правильно помню. Я так много покупок делаю, поэтому могу не помнить. Он управляется с телефона. Сейчас включу и покажу, как работает. У него есть функция влажной уборки. Вот это как раз у этой модели. Вообще, почему мы решили ее заказать? Чтобы он мыл полы тоже. Я когда снимала видео про Алиэкспресс, тоже там про него немножко рассказывала. Но здесь вот во влоге подробнее. Он определяет траекторию, по которой будет работать. Хорошо, кстати, моет полы. Естественно, он полноценную уборку не заменит. Но если вы будете раз в неделю делать генеральную уборку, он очень хорошо поддерживает чистоту. И вот тут можно увидеть мокрый пол. Это он здесь сделал влажную уборку. Подачу воды можно регулировать. Собственно говоря, как и силу, мощность пылесоса, с которой он всасывает мусор. В общем, это очень-очень классная покупка. Реально стоит каждого своего цента. Вот, кстати, спрашивали, как он преодолевает ковры. Вот он сам заехал. Вот. Сейчас. С ковра что-то скинул, крошку какую-то. Сейчас вот так развернется. Вот, смотрите. Оп. И заехал. Сейчас еще покажу вам несколько обновок, которые у нас появились после дня рождения подарки. Это вот такая кровать-домик, которую мы ему купили. Все-таки уже не хватило времени сделать новую кровать, потому что он уехал на работу, в командировку опять. И надо было уже приучать его к новой кроватке, потому что он в садик сейчас идет. Поэтому было решено ее купить. Вот. Мне очень понравилось, что у нее есть борта. То есть он не свалится, если ночью здесь один будет спать. Допустим, наша комната находится по длинному коридору пройти. В принципе, рядом. Если что, мы сможем к нему ходить. Я пока развернула ту часть, где заходить в кровать нужно внутрь, потому что он стоит все время на этой, на вот этом ограждении. И я боюсь, что он его расшатает и сломает. Вот эта часть более такая надежная. Классная кровать. Мне очень нравится. Я даже сама... Я хочу быстренько с вами поделиться своими находками в косметике. Думала снимать ночью, но не хочу там шептать. Хочу, чтобы все нормально было слышно. Первое. Это вот такая тональная основа от марки Милани, на которую я уже очень давно засматривалась. Вот. Потому что на нее было столько положительных отзывов на Бьюти Бэй. Ну, везде, где я читала. В общем, у нас в Эстонии тоже есть эта марка. Поэтому заказала этот крем на пробу. Здесь два в одном. Основа плюс консилер. Действительно, у нее такое покрытие, что консилер с ней абсолютно не требуется. Потому что синеву прикрывает хорошо. Синяки тоже. Ну, если, конечно, у вас там вмяти нет, это уже ничего не прикроет. Как у меня, например. Но сами вот эти круги синеву убирают отлично. Поэтому могу вам посоветовать попробовать. У меня комбинированная склонная к жирности кожа. И мне он, в принципе, хорошо идет. Никуда не сползает в течение дня. Но я еще использую базу. Вот. Очень нравится тональный крем из такой помпы. И вот этот оттенок Ivory, он больше, наверное, подойдет девушкам, у кого такой розоватый подтон. Но там столько оттенков, что, в принципе, девушки с оливковым подтоном, как у меня, тоже смогут подобрать. Я немножко ошиблась, конечно, с цветом. Но пока он мне подходит, пока лицо не такое бледное стало. Далее. Обожаю цвет пыльной розы. Поэтому нашла тоже попробовать, решила. Вот такой карандаш от Inglot. Хотела заказать, точнее купить свои любимые карандаши от Reluie. Но у них онлайн ничего не доступно, к сожалению, в Эстонии. Поэтому вот то, что мне было онлайн доступно, то я и заказала. Правда, стоимость у этого карандаша, я бы сказала, крайне высокая. Даже, может быть, где-то неоправданная, но просто цвет действительно очень красивый. Вот. И поэтому, да, не было у меня выбора, что заказывать, поэтому заказала вот этот. На губах отлично держится, в течение дня вообще никуда не девается. То есть я могу практически весь день ходить с ним. Дальше вот эту тушь я уже покупаю третий раз от белорусского бренда Reluie, которая называется Big & Biggest. Я вообще про нее, по-моему, писала в Инстаграм. Это одна из самых лучших тушей, наверное, которая у меня была с силиконовой кисточкой. Ресницы делают аж до бровей достают. Так что если вы находитесь в поисках хорошей туши, которая не осыпается в течение дня, отлично держится, то советую присмотреться вот к этой туши от Reluie. И дальше еще у меня было два продукта от марки Be Special, которая появилась относительно недавно теперь в Эстонии, чему я очень рада. Если вы живете в Эстонии, то в студии Allura вообще можно их купить. Это вот такая подводка. Очень классная, насыщенная черная, которая при застывании, ну, я бы больше сказала... Ой, я бы сказала, что больше уходит в такой матовый финиш. И очень удобно ее наносить. Видите, она такая, знаете, она настолько насыщенная и настолько там много средств, что не приходится ждать, пока средство выльется вниз для того, чтобы оформить второй век. Как часто это бывает. Вот такой здесь фетровый кончик, да, если я правильно называю. Очень-очень классная подводка и очень стойкая. Для подводки фломастера это вообще просто идеальная стойкость. Так что советую тоже попробовать. Я подпишу снизу все, что я вам сегодня показала. И последнее средство от марки Be Special тоже. Это такой пудровый карандаш для бровей. Здесь вот снизу средство, когда вы открываете, там есть спонжик. Вы, в общем, макайте-макайте туда, и он берет средство ровно столько, сколько надо. Если вам нужен такой естественный финиш, и вы торопитесь оформить брови, то тоже советую к нему присмотреться. Сейчас я открою, покажу, как это дело все выглядит. Вот здесь вот такой спонжик на конце. Так. Видно-видно или нет? Вот. И сама баночка такая малюсенькая. Вот, со средством. Куда вы, собственно говоря, и макайте. Здесь есть дозатор-ограничитель. То есть много она не возьмет. Но на бровях тоже отлично держится. Но это если у вас хорошая сама основа. То есть волоски густые. Тогда будет хорошо все держаться. Так что тоже рекомендую присмотреться. Ну, пока это все мои находки, о которых я вспомнила. Другие покажу в отдельном видео. Так, ну что, отсняла я видео про Алиэкспресс. Точнее, я снимала сейчас примерку. Вот такой пакет еще с другими покупками. Я не все показала в этом видео. Таких еще будет несколько. Все самое интересное реально идет. Я там много чего заказывала классного. Ну, вот то, что сейчас пришло, я вам показала. И еще несколько вещей, которые смело можете заказывать. Потому что у них просто суперское качество. Я в половине комнаты уже навела порядок. Вот, сейчас побегу за ребенком. И потом еще хочу ночью, когда он будет спать, отснять кое-что про косметику. Вставить во влог, если успею. Там я буду тихо говорить. Потому что, чтобы его не разбудить, комната рядом пока находится. Пока он своей не спит еще. Вот, так что ждите видео про Алиэкспресс. Там будет много интересного. Может быть не в следующем, но в других двух точно. Если успеет все прийти. Кстати, цветочек-то меня вообще очень радует мой. Обычно я уже говорила, что все цветы у меня загибаются. Но Женя, как я уже рассказывала, из подъездного листочка. Или там, ну, очень маленький росточек был. Вырастил вот такой цветок. И сюда в комнату мы решили его мне поставить. Потому что, ну, мне очень нравится, как он здесь смотрится. Я, там сзади меня спрашивали, что за бутылка. Это автополив. Потому что я забываю поливать цветы. А здесь я налила, сколько ему нужно. А, точнее, я налила целую. И он берет, сколько ему нужно. Так что я очень-очень довольна результатом. Он такой классный. Я обожаю такие жирные, сочные листья. Я бы с удовольствием вообще все одинаковые цветы такого плана поставила дома. Потому что, ну, мне кажется, в интерьере вообще очень классно смотрится. Так что вот, считай, первый цветок, который лично у меня не загнулся, а продолжает меня радовать.